Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, в машине, тачке масло меняется после каждой гонки. Даже не просто каждой гонки, а после каждого маломальски заезда. Вот, так что это нормально. Так, теперь идем прокачиваться. Идем прокачиваться. И, в общем, надо его на лошади, естественно, качнуть. Сейчас давайте мы ему комплект фильтров поставим. О, 310 лошадей. Ага, пойдет. Думаю, пойдет более или менее. Вот видите, у него было 268. И буквально по мановению почти что волшебной палочки появилось еще 40 лошадей. Так, что еще, что нам надо? Нам надо с вами коробку передач. Так, сцепуху давайте будем опять же двойную ставить. Тройная мне не нравится. Она подтупляет зачастую на средних передачах. Так, это у нас маховичок-лесовичок. Так, вала нету. Ну и коробку надо ему взять, чтобы все это великолепие у нас быстренько разгонялось. Как пуля просто. Так, и что нам еще надо? Нам надо посмотреть, что у нас за покрышки стоят. Но, я уже забыл, но, по-моему, у нас гоночные... А, я думал, хард. Даже лучше, медиум хард у нас стоит. Хорошо, хорошо. Тем более, все равно денег нету. Так, и надо облегчиться. Облегчиться надо. Так, первая стадия. Блин, на вторую не хватает. Жаль. Так, что еще можно сделать? Еще на эти 3 рубля что нам можно сделать? А, компуктер нам можно купить. Вот что. Сколько там лошадей? 10, наверное, еще добавят. О, даже 12. 322. Вот. Хорошо. Все. Все. Все бабки вкинули в NSX. Вот так, я думаю, будет хорошечно. Так, 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 так. Ну все. Поехали. Amateur League. Так, вот он наш европейский чемпионатик. Ладно, мы до него еще доберемся. Так, вот он, МР. Ага, и мы тут уже ездили, да? Четвертое место в Риме. Ой, Риме, Токио. Все в обратку. А, нет, Grand Valley прямо. Ну ладно, надеюсь, что мы сейчас сможем. Четвертое место, это получается на стоковом NSX. Ну, сейчас. Должно быть получше. Так, settings. Так, ну у нас все отключено. Так, тут что? О, смотрите, наш собрат NSX Type S0. Блин, тут малявки вот эти, смотрите. Элайс. Ох, Элайс. Изизизи. Вот эти вот совсем просто божьи коровки, блин. Твои ни черта не весят. Вот я говорю, плохо, что мы вторую стадию облегчения не взяли. Тут NSX, в принципе, так-то он, конечно, легкий тоже. Но по сравнению с ними он, конечно, толстожопый. Так, главное стартануть хорошо. Почти без букса. Так, ну что же... О, вот тут пять кругов. Чосе. Так, MR2. Тут самое главное, я думаю, враги, опять же, будут это вот... Этот чертов Элайс и вот эта вот малявка. Может быть, Клио еще. Хотя Клио тоже не думаю. Все, тут будет... На волосочке. Вот смотрите, что творит собака. То есть он разгоняется даже быстрее. Опять же... Ааа, за счет веса! Ааа! Да что б тебя, блин, NSX! Блин, Токио в обратку ненавижу. Если прямо еще уже, в принципе, более-менее нормально с ней справляюсь, то в обратку это пытка. Ну-ну-ну-ну-ну! А что ты? Блин, жесть! Не, ну я, конечно, первый круг тупил весь, но они отъехали, гляньте как. Просто жестко! Да что б ты! Да, тут, чтобы с ними сражаться, надо идеально ехать. Походу, я что-то это... Не, ну мы наворотились, как бы, но... Не знаю, слабовато. Так, но МР-2 догоняет. МР-2 нам не соперник. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, вписались. Так, хорошо накатили. То я уже что-то расстраиваться начал и Прям настроение упало, что Ну просто отъезжают и отъезжают И вообще без шансов-то, ё-моё Но нет, шансы есть побороться Не знаю, нету вот какой-то памяти еще Пальцев что ли или чего Как вот в эти повороты входить Я вроде видишь их, понимаешь Но чуть-чуть промазал буквально на Пару-тройку сантиметров с входом в поворот Все, слетел с траектории и все Ушел прям аж на внешку Благо пять кругов, ладно Шанс еще далеко не потерян Дай слепстриму Ээээ, ты... Оу Да ладно, спидстопами гон В смысле? А, точно Я еще смотрю, что-то в левом нижнем углу Покрышки Что-то, думаю Сомневаться стал На каждой гонке они отображаются или нет Блин Какая у нас еще и покрышки Стираются, да? Ё-моё Так, это еще одна новая вводная Ха-ха Интересно Так, ну мы зато четвертый уже Ну блин Нам на пидстоп надо будет заезжать, да? Да блин! Какой-то... Ааа Кстати, этот тоже затупил в этом повороте С обратно наш Надо к тому повороту как-то Но он-то какой-то широкий, непонятный Апекса не видно, блин Где там заворачивать тоже Не совсем ясно Он и прямо-то сложный там А обратно вообще ни черта не понятно Так, блин, блин, блин Покрышки, да, говорите Стира... Да ты чё? Вот эти вот мелкие все Ошибочки Омарочки Не, блин, сейчас Аукнутся О, там борьба впереди завязалась Оп Оп Братуха Дай-ка Я проеду Так, опа Ещё один, ещё один на пидстоп залетел И NSX тоже Короче, они все заезжают Не, ну покрышки у нас, в принципе, пока нормальные Такие Зелёно-жёлтенькие Это Ещё Так Последний круг Так Это у нас кто? Это ZZ2, да? Блин Не, ну смотрите Мы зато её догнали Накатили То есть у неё Несмотря на всю Весь её Малюсенький вес И Меньшую мощность Она, видимо Покрышки стирает Быстрее, чем мы О, наконец-то я в этот поворот вошёл Более или менее Да Ох ты На нас уже накатывают те Кто покрышки поменял Ё-моё Ужас Так Мы с тобой вдвоём остались, да? Кто не был на пидстопе Нифига себе И как здесь выигрывать? Тут прям тактика Жёсткая вообще Вступает в силу Так Слушайте А чё если вообще не заезжать? Остался-то один круг Аааа Тихо, тихо, тихо Блин Вот это плохо Этот же балбес Не будет заезжать больше Не, он на свежих покрышечках Какуха, Клио Ух ты А этот тоже решил не заезжать Вы гляньте-ка Опа Да ладно Они уже по второму разу Да вы чё, шутите, ребята? Я чё-то и забыл, что тут так Ну, понятно Мы тут ездили, да Четвёртый там этап Ой, четвёртого места Но я, блин, забыл Так, кто-то нас догоняет Оооо Вот это чемпионат Суровый Суровый Еще одна такая же, что ли Да ну нахрен Элайз Ненавижу тебя Давайте там Зарубитесь И оба куда-нибудь вылетите Тут вылетать-то, блин, некуда Вообще палево Ё-моё Вот так вот Так, главное не пропустить Идите в пень Оба, блин, с двух сторон Аааа Вот едем, едем, едем Спасибо, братуха NSX О, волшебного пенделя дал Вот это да Ну и гонка Блин Без грязного манёвра Этого в конце Хрен бы я выиграл Да и вообще Непонятно Тут еще тактика вмешивается На последнем круге Уже и резина подстерлась Но Если бы я заехал На пидстоп Я вообще не знаю Где бы я оказался Ну явно не здесь Резина Потому что не так сильно стерлась У меня явно бы Темп на 5 секунд Там не поднялся бы Вообще жесть Вы гляньте Что творилось-то Да Мощно Это вот Элайз Вот этот 190 Это он остановился Отыграл целый пидстоп У нас И снова в принципе Нас прошел Прошел И благодаря Только вот Последнему повороту Смог его пройти Капец А кто-то даже Два раза Кливу два раза заезжал Так Ладно Интересно Но Благо получилось Выиграть Так Ну что Погнали Дипфорест В обратку Блин Тоже Не лучший вариант Кстати говоря Хоть я и люблю Дипфорест Но в обратку Он редко Блин попадается А тут надо Идеально ехать Вообще Может Если бы я кстати Не тупил Так на первом круге Вот когда мы Сильно отстали от них Может быть Получилось бы Ну чище выиграть Потому что потом Мы его все равно Нагнали Этого Зизи Вот Так Ну ладно Поехали Дипфорест В обратку Прикольный чемпионат Что тут еще и Тактика Вмешивается Так Снова наш Братуха NSX Давай там Дружище Так Че у нас Вижу Зизи Снова есть Этот Клио И Че там впереди Опять же Элайз Спорт Так У нас Зизи С не заезжал Да На предыдущей гонке Поглецы Таки Ой 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 Так Так Задача какая На первом круге Не отстать от них Слишком сильно А то там мы Прям в районе Пяти секунд Да куда ты Че тебя так несет То Резина то еще Нормальная Че это за Пижня такая Ага Сработал план На все сто Уже сливаем Очень мощно Ах Тут у меня мыслишка Одна появилась Касательно GTS Ну GTSport То что Если блин Они реально Не собираются Гран Туризма 7 выпускать Ну по крайней мере В ближайшее время Они тогда должны Гран Туризма Гран Туризма Спорт Приводить В надлежащий вид Ну то есть Если она будет Как бы По сути Гран Туризма 7 Да у нас Она то все равно Пока что Хоть туда и добавили Чемпионаты Какие то Но Ну и достаточно Много уже Чемпионатов Конечно Она на полноценную Часть Слабо Очень еще Пока смахивает То есть Там нету То что мы так любим Все За что уважаем Гран Туризм Это прокачки Там же ее нету В принципе Ну я не беру То что там Какую то аркадную систему Увели Что Три стадии Там Можно Улучшать В общем Это все Вред Вот Там нету Магазина запчастей Ну собственно Поэтому и нет прокачки Как таковой И это в общем то Главное Поэтому все эти ограничения Внутри чемпионатов Которые есть Они такие Ну чисто условные То есть я грубо говоря Не могу какую то взять машину И на ней пройти Почти всю игру Ну не беря там В расчет Привод ее там На чемпионат То что есть Для разных приводов Ну так В принципе Хотя в принципе До этого В любой из частей Гран-туризма Можно Теоретически взять Какую то свою Любимую машину И просто И просто ее потихонечку Подводить Под Технические Ограничения Каждого чемпионата И кататься На ней А там нет Там Каждая машина В каком классе Она есть В том Она собственно Классе И останется Так что Я думаю Все таки Гран-туризма 7 быть Тем более Что ПС-4 Еще Как минимум Года 3 Будет Жить Так что Через годик Где-то Как раз Можно Выпускать ее Ну еще Можно Крайне Аааа Блин Собаки Давайте Давайте Вырубить Так Вот опять Блин Упустили Упустили Двух Лидеров Кошмар Как упустили Пять с половиной Секунд Уже Ужас Так 4 и 3 Догнали Здесь Блин Вот этот Сложный Поворот Ах Какая же Там Перелом Трассы Еще И изгиб И надо Сразу же Тормозить В этом месте Не Ну это И круто Сразу видно Игру делали Понимающие люди И они Реально В своих Оригинальных Трассах Они Знали Как сделать Интересные места Так Ребята Последний круг Остался Опять у нас Впереди Зизи Эс И он Опять не Остановился Короче Этот Товарищ Как и мы Пытается Гонку Без спидстопов Проехать Надо За ним Пристально Следить Так вот это место Блин Тихо Тихо Хорош Хорош Давай 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 Режет Тоже Смотрите Угу Так Последний шанс НЕТ Я Промазал А Ну Сейчас В принципе Побарабану На каком месте Финишировать Кошмар Вот это был полет блин опять упустили короче слишком далеко на первых кругах ладно с ним бодался до последнего мотор спорт и лайс он заехал на пидстоп и в итоге 5 нам оба вторым приехать знаете что можно сделать облегчить его еще наши нас икс мы как раз сейчас чуть-чуть денег под заработали можно вторую стадию облегчения купить чтобы он не так тащила в поворотах все-таки мощности ему добавили не тормоза ему не прокачали и вес лежащим образом не скинули давайте еще чуть-чуть похудеем инерции будет поменьше о пять с половиной блин почти все деньги наши ладненько вот так думаю будет прям вообще огонь так ну чё давайте тогда гранд воли наверно проедем и потом вернемся к дип-форесту чтобы не замыливалась не подряд ехать одну и ту же гонку но четкий чемпионат четкий когда блин вмешивается еще элемент тактики ого здесь два элайза зизе с да вы чё шутите что ли без так ладно главное стартануть надо на старте попытаться пройти всех ну всех не всех но так зизе с у нас вот постоянно до маячет вот хорошо что мы его прошли потому что в принципе мы достаточно легко в общем-то проезжаем дистанцию без спидстопа это благодаря тому что у нас покрышки достаточно мягкие мы можем ехать достаточно быстро в то же время они еще и выносливые они же у нас medium hard вот видите-ка братуха наш там парничек бодается давай 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 чувак элайзов надо косячить прям начале гонки чтобы они отставали сейчас как только это зизе ска выйдет на второе место все начнется жесть молодец молодец напарничек держится на втором месте давай дубль с тобой сделаем ох ты блин накатили вот вы где так вот так ладно будешь ты выпадаться ох красотища вы гляньте как классно бок о бок чисто с ним входим скоростную связочку опа молодец перекрестил а мы еще раз крестанули. Ха! Вообще огонь. Так, здесь я на вторую уже позицию вышел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Еще ведь от того, что мы до этого постоянно скользили, от этого, естественно, резина страдала больше. Поэтому сейчас удастся, может быть, к последнему кругу сделать так, чтобы резина не убилась. А то она у нас уже такая там желто-оранжевая. Даже ближе к красному уже такая. Смотрите-ка, NSX держится на втором месте. Чего ж ты, брат, до этого-то так тупил? Держится? А там три Лайза, ну, в смысле, три этих вот клопа его атакуют просто со всех сторон. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, они в шикане достаточно шустрые. У вас получше прошел. Так, сейчас, по идее, должны первые заехать на пидстоп. Они там после второго круга обычно один-два чувака заезжали. Клива, по-моему, заезжал. Не, никто не поехал. Нет, кто-то завернул. Точно, Клива. Так. Вот этот поворот тоже классный. То есть левый такой прямо ну, это даже не поворот, наверное, такой, изгиб, да, и потом сразу направо надо начинать тормозить в резкий правый причем. и там если начать слишком рано тормозить, так швыронет. То есть я это опять же к тому, что, блин, разработчики знали, как сделать классные, сложные, но тем не менее очень интересные места на трассах. Они понимали, что они делают. И ведь эта трасса появилась еще в самой первой части Гран-Туризма. И они уже тогда понимали, как можно сделать интересные с именно гоночной точки зрения автодромы. Короче, выгонять этого тильки нафиг. И пускай Кодзима строит в Формуле-1 новые автодромы. Ну, пускай не сам Кодзима, ну, короче, Polyphony Digital. Будут полидромы тогда. не только дром, а полидромы. Ямаучи-дромы. Яма-дромы. Ну, не от слова ямы, а от слова ямаучи. Так, ну-ка. Опа. Так, все, съели они NSX-а. Причем все втроем, по-моему. Так. Не, ну да, вот сейчас облегчили NSX-ы. Вон. Ага, вот наш соратник заезжает. здесь надо прям успеть четко выйти из этого левого излома и поставить машину ровно и начать тормозить, иначе беда. О, давайте, давайте там зарубу между собой устраивайте, потому как будете тогда время терять. Ай, блин, шипся. Снесло. Поздно начал тормозить. Ай, NSX, красава, ой, красава. Так, ух ты, красный. Так, это кто? А, красный это у нас ELIZE SPORT. Оторвался. Бросился за нами в погоню, смотрите-ка. Даже зизи прошел. Ага, догоняет, догоняет, догоняет. Значит, его тормозил этот зизишка. Ай, 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 тихо, 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 держа, держать. Чуть-чуть резинка уже подстерлась. Где-то там есть... О, хорошо, ух ты, его еще там занесло. Вообще, прямо отлично. Вы гляньте, как не дают расслабиться вообще. Так, кто-то из вас заедет. Ага, вроде поехал. Ага, это ELIZE SPORT. Короче, я опять ZZS не заехал. Смотрите, какой он бережный, да, с резиной. Но, как мы помним, на последнем круге он все равно сливать начинал нам. Мы его догоняли, так что сейчас, по идее, если все будет хорошо, шансов у него нету. Потому что он к последнему кругу все равно сжирает резину больше, чем мы. начинает тупить, ну, либо осторожничать. Я еще могу из поворотов выходить из таких медленных, в принципе, на полном газу. Так что резина еще тащит. Блин, вот представляете, Гранд Волей построить в реальности такой автодром. Понятно, что прям один в один его не построишь таким по рельефу. Хотя, сейчас дай прихоть какому-нибудь миллиардеру просто вот, я не знаю, чувак упарывался типа вон какого-нибудь Илона Маска. Вот он в детстве играл в Гранд Туризм первую, вторую. Ему охренеть как понравилась эта игра, да? И, допустим, автодром Гранд Волей. И он, блин, ему повезло, он стал миллионером. Сейчас ему как раз где-то там, ну, 30 там, чуть меньше, чуть больше лет. Да просто вкидывает миллионы свои. И можно прям такой же один в один, даже с рельефом построить, с таким же. Насыпать где надо гравия, гравия. И просто рельеф даже повторить. Так что нет, ничего невозможного. Были бы бабки. Так что чё там есть у нас среди наших зрителей-олигархи? Давайте под прижом Полифоне Диджитал пускай построят Гранд Волей где-нибудь у нас я не знаю где-нибудь там куда-нибудь под Новосибирском в центре России, чтобы не в Москве, а прям в центре матушки России. Гранд Волей будет у нас. Так, ну что, выиграли, вот что значит вовремя машину облегчить. Хорошо, хорошо, мне нравится. Так, ну что, перезаезд Дип Форест. Так, опять сосед звонил. Спрашивал, чё по ведьмаку? А чё по ведьмаку? По ведьмаку всё нормально. Ведьмак потихонечку проходится. Так, ну в общем такие дела. Так что, так что, так что, ждём Гранд Волей где-нибудь в центре Сибири. А, и назвать его, если чисто по-русски, да, ну вот он называется Гранд Волей, а у нас, не знаю, Великая долина, кольцо, Великая долина, Великая Сибирская долина. Короче, Сибринг. Здесь и на английский панер. Гранд Сибринг. Почти, что Сибринг. Какой? Ау, куда ж ты меня под жопу-то бьёшь? Блин, опять сейчас на первом круге всё растеряем. Чё-то вот на Дип Форесте не получается первые круги нормально проехать. Так, спокуха, МР-2, опусти старших. Оп. Блин, как классно солнце сквозь листву пробивается. Красотища. Так, 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 пятый четверо впереди. Уже потихоньку утрывается лидер, да? Кто у нас лидер? Ага, Элайс Спорт. Но, Элайс Спорт, как мы знаем, он-то заезжать будет. Заезжать будет на пидстоп. Нам главный соперник это Зизи Эс. Главное, короче, не терять время по отношению к нему и желательно начиная с третьего круга потихонечку его начинать догонять. Когда у него резина подсядет. давай, 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 давай. Главное, вот в этом месте еще тщательно входить в поворот на входе в туннель. Хороший выход получился. Пока не желаете ехать на пидстоп, а там хорошо, там свежая резина. Так, четыре секунды. Остаем, да? Тихо. Ладно. Хоть в стенку не вмазался, и то хорошо. Так, хлево пора проходить. Все, давай, мужик. О, 3,5. Полсекундочки отыграли. Ну, вот на этой части мы, конечно, теряем, теряем, блин. Надо аккуратно все филигранно проходить. Так, какое-то место. Во, во, вообще нормально удалось пройти. Прям хорошо. Так, вот он, Зизеста, кстати, красненький. Давай-ка. Хорошо, что его кто-то сдерживает. Он бы так оторвался больше. Он тоже, кстати, лазь, да? Блин, не хотят заезжать. Вы что, все намылились без спидстопов, что ли? Нехорошо. О, 2,5. Еще секунду отыграли. Хорошо. Вот только Клио первый заехал. Блин, пальцы вспотели. Чуть-чуть со стиков начинают с, это, соскальзывать. Руль проворачивается в руках. 2-2. Еще чуть-чуть отыграли. Блин, уже так близко было. Тихо, 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 тихо. А, там, судя по всему, пошире чуть-чуть надо заходить, чтобы раньше напрямую выходить. Так, блин, последний круг сейчас останется. Ай, концовку закосячил круга. Да, давай ты. Так, опа, они сразу оба свернули. Так, ну вот мы и остались. Один на один с Зизи Эс. Главное, чтобы сзади никто не наконялся. пролетил из этих товарищей. Конец круга. Желательно бы его пройти в этой фазе. Ай, здесь уже резина не держит. Плохо. Э, где отрыв-то? Блин, больше секунды. Плохо. Держаться бы за ним вот здесь. Вот так же, в пределах секунды. тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ох, ты, блин. Фу, я думал вмажусь. Ой, блин, прокосячил. Да. Я думал, он быстрее будет входить. Фу. Так, а вон и эти были тут как тут уже. Ладненько. Зато хоть денег чуть-чуть под нашкребем. Сейчас, я думаю, с третьего раза пройдем уже. Блин. Перестарался, короче, в последнем повороте. Можно было все пройти аккуратнее его. Так, ну ладно, сразу тогда перезаезд. Так, что нам дадут за этот чемпионат? Зизвеску, наверное. Либо Элайс. Все. Третьего не дано. Я думаю, что-то из этих двух машин. Элайс это вообще будет жопа. Я за руль Элайса больше вообще никогда не сяду. Только если это надо будет, ну, где-то в этой... Чуть не сказал, в квалификации. Не в квалификации, а в лицензии, блин. Там, да, еще могут меня усадить. А так, пошел он нахрен мне. Нервы дороже. Так, это сразу Зизвеска у нас вперед вырвалась, что ли? Хотя могут еще и МР-2 дать. Чисто закозлить. Да что ты, ну вот на первом-то круге нахера тут, а? О-о-о-о, ну вообще, прекрасно просто. Не, нахер. Это, короче, надо первый круг проезжать очень хорошо. Блин. Вот засели на Дипфоресте, елки-палки. Правда, Дипфорест в обратку, мать его. Жесть. Нежданчик такой выскочил. Рискуем надолго тут застрять. Сейчас я начну, если нервничать, бомбить у меня начнет. И вообще хрен пройду эту гонку. Так, ну-ка давай-ка стартанем, как положено. А, не, вот она, ЗЗС-ка. О, хорошо. Вот ее надо пройти нафиг и не выпускать больше. Вперед. Легко сказать, блядь. Надо, чтобы тебя еще и прошел кто-нибудь. В идеале. Так, и у меня уже какой-то начинается... Ого! Панический страх перед этим поворотом, блин. Опять прошел его, херовенько. Конечно. Опа! Тихо-тихо! О, Клио, молодец! Да что меня здесь-то виляет? Что-то вообще уже все разладилось. Да иди ты, ты что, быстрее меня, что ли, напрямой? Обалдеть. Не-не-не-не-не-не-не-не. Оу! Как они тут шустро-то по внешке проезжают. Оу! Вот это да. Неожиданно. Не пускай его! Да, блин, только не раскрутиться тут. Как ела. Зизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизиз не суразны 6 гляньте какой просто я не знаю инвалид к реальный будет зато внешность как говорится бывает обманчиво зато какой болит с гоночной точки зрения ай на внешку снесло да чтоб тебя опять он впереди блин а я ей снесет опять блин опять неправильно все не так так третий круг ну блин начинайте уже заезжать то свои стопы елки-палки так пока что это малявка отрывается потихоньку только клево поехал очень все на тоненького блин так и и и и и и и и и Ну, стой, зизикалка. О, здесь подъезжаем потихоньку. Опа, сразу вдвоем, все. И вот опять, блин, последний круг и... Две секунды еще. давай давай NSX давай все свои скрытые резервы все подключай я Отжать, отжать, отжать срочно! Давай, по идее, мы чуть-чуть, но быстрее все-таки. Вот это да! Вот это жучара, а! Просто клоп, ё-моё! Ну реально клоп! Ой, до последнего, даже в последнем повороте там опасно еще было, как с ним там притереться. Капец, еще такой думаю, блин, полезь пораньше в атаку на него или нет? Хорошо, что не полез. Фух! Нормалек! Вот это да! Вот это да! Это да! Да! Короче, нам удалось выиграть. Блин, круто! Интереснейшая трасса, крутая гонка. Ну ё-моё! Ну ребята, а на чем я этот чемпионат проходил, а? Ну вы че в самом деле? Надеюсь хотя бы, что это не NSX Type R, а какой-нибудь там Type S Zero хотя бы. Хотя какая в жопу разница? Че-то все постоянно мимо кассы. Вот кроме раллийных чемпионатов, по всех остальных дают реально просто алогичное что-то. Вот просто вообще непонятно по какому алгоритму, как, че. В общем, дают совсем не то, на че рассчитываешь. Я и то тут рассчитывал на Элайз или на это, но нет, они дали NSX. Ну, так-то NSX, конечно, тема хорошая, но на Элайзе, например, бы этот чемпионат было бы проходить полным самоубийством. У меня тут, я не знаю, стратосфера уже улетела просто через все этажи, прямо по пути еще бы всех закоптил и задымил там. Поэтому... не знаю, не знаю. Лучше бы они Элайз давали. И судя по тому, что не было вот этого выбора, да, как обычно, вот там 3-4 машины крутятся, и потом раз одна дается. Тут что ли вообще только один NSX дается без вариантов? Странно. Странно. Те, кто в курсе, напишите. Так, где он? Какой хоть? А, ну да, Type-S Zero. Type-S Zero. Ну да, у него... Их можно, кстати, отличать по литью у нашего. У него звездочка. Даже изначально. А у этого такой, как спицы. Так, ну что же, ладно. Суть до дела-то мы все равно прошли этот чемпионат. Не без проблем, но тем не менее. Одолели NSX. Хорош, хорош, блин, нравится. Все равно он достаточно стабильный. Если бы еще поднастроить, подпрокачать, то вообще шикардосики. Люблю эту машину, люблю. Не перестаю это говорить. Ладно, давайте на этом прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. А вот с вами, как всегда, был Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Всем пока-пока и увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok